так операторная работа номер 4 типовые алгоритмы с циклами необходимо выполнить решить следующую задачу то есть составить программу для вычисления суммы бесконечного ряда здесь есть как обычный факториал так и двойной факториал который вычисляется исходя из конечного значения к если к у нас нечетно перемножается все нечетные значения но если как четное то перемножается соответственно нечетное значение так здесь рекомендуется разбить задачу на несколько составляющих первое составляющей это определение степени значения не сосединиться в степени k plus 2 дальше второй расчет второго факториала третья расчет обычного факториала, ну и вычисление, соответственно, суммы. Как будет выглядеть, соответственно, программа при выполнении данной задачи. Так, нам понадобится следующий переменный. Первый параметр i, параметр k, параметр n, который будет у нас самочисленный и участвует в цифрах с параметрами. Дальше нам понадобится p1 для расчета нечетных значений факториала, p2 для значений нечетных, p простой факториал, так, p3 вспомогательная переменная, дальше нам понадобится s, так, и понадобится переменная z. s будет вычислять сумму, z, соответственно, степень. Так, ну и сделаем их вещественного типа. Так, начинаем выполнять тело программы. Так, при помощи стандартного оператора вывода пишем себе комментарий, ввести количество членов ряда. так, при помощи стандартного оператора ввода вводим это значение с клавиатуры. Так, дальше обнуляем значение суммы равное 0. так, присваиваем начальное значение переменной, которая будет рассчитывать нечетное значение факториала. так, ну а p2, соответственно, присваиваем тоже единицу, которая будет рассчитывать четное значение факториала. так, дальше пишем цикл с параметром, вычисление по сумме, то есть от единицы до n, вычисляем. Так, внутри. При вычислении степени мы знаем, что единица в любой степени это у нас единица, а соответственно минус единица при нечетной степени становится минус единицей, а при четной степени становится, соответственно, плюс единица. Поэтому мы пишем условия, так, если k плюс 2 делится без остатка, то тогда z у нас равна единице, иначе z равно минус 1. так, или иначе, чтобы не писать условный оператор if, это можно оформить в виде стандартной функции разведения степени, то есть минус 1 степени k плюс 2. результат будет тот же. То есть либо пишем эту запись, либо пишем, соответственно, данную запись. так, следующее действие. Так, нам нужно вычислить факториал. Так, для этого мы воспользуемся цифром опять с параметрами. как и вычислять нам нужно будет до 2k. так, мы вычисляем с помощью переменной p соответствующей факториал. так, дальше проверяем, если у нас k нечетная, но в пользу стандартной функции определения нечетности, когда p1 будет будет у нас вычисляться как p1 умноженное на k. так, ну и для дальнейшего использования мы воспользуемся вспомогательной переменной. так, ну а для этого, чтобы ей воспользоваться, то есть нужно заключить все это в операторные скобки. так, а иначе мы вычисляем чётное значение реала. так, следующее вычисляем значение суммы как s плюс z умноженное на p3 ну и поделить соответственно на p. то есть в результате вот у нас получилось в формула так, ну и в результате при помощи оператора вывода осуществляем вывод значения s на экран так, запускаем программу проверяем есть ли у нас ошибки если у нас ошибки есть нам их покажет, если нет, соответственно стилистических ошибок нет, но это ещё не гарантия того, что нет логических ошибок так, ну и вот в результате у нас получается следующее значение так, при n равное 5 при 5 членах так, следующим этапом мы выполняем электронную таблицу после основного так вставляем соответственно код программы дальше здесь пишем слово параметр так здесь пишем слово значение так здесь вводим значение n равное 5 так а дальше мы перескочим вот эти вот значения хотя одно ставим s равное 0 почему мы перескочили эти вот значения потому что это но к цели в электронной таблице есть функции как вычисление обычного факториала так и функция вычисления двойного факториала то есть мы воспользуемся этими функциями поэтому оставим без рассмотрения вот эти вот переменные и так k у нас соединение с этой единицей соответственно до 5 так следующее мы вычисляем z так мы осуществляем при помощи функции если хотя можно здесь было написать степень так есть пишем слово остат так если у нас к плюс 2 равно нулю то соответственно у нас значение равно оно 1 а иначе минус 1 так подбиваем и вот у нас чередуется то есть положительные и отрицательные значения так следующее действие мы высчитываем факториал обычный при помощи функции факториала так ну и факториал у нас изменяется соответственно соответственно до 2к то есть 2 умноженное на к к у нас находится соответственно в ячейке c9 то есть окна вычисляем факториал так давайте здесь уменьшим разрядность уменьшим значение окрасного так следующее действие вычисления двойного факториала обозначен вспомогательной переменной так ну и еще двойной факториал вот так ну и от текущего к зависть вот у нас вычисляется двойной факториал так ну и последнее действие то есть вычисление суммы так сейчас нам нужно собрать формулу то есть начальное значение плюс z умноженное на двойной факториал и поделить соответственно на обычное так теперь нужно переместить начальное значение суммы на предшествующее так ну и до конца довести то есть следующее значение то есть у нас получилось минус 0,42 получилось минус 0,42 так ну и чтобы меньше разряда соответственно покажем минус 0,42 получилось минус 0,42 то есть задача решена верно в Excel так ну и следующий этап это соответственно оформление так условия копируем соответственно вставляем соответственно вставляем Так, дальше используем формулу. Так, я сравну. Так, I равна единице, соответственно, R. Так, вставляем скобки. Так, прежде чем вставляем скобки. Так, все-таки скобки вставляем. Так, нам нужно ставить степень. Так, а вот теперь вставляем скобки. Дальше у нас идет дробь прямая. Так, сверху у нас K дольной факториал. Снизу у нас 2K обычный факториал. Так, вот мы оформили задачу. Так, ну уже как определяется. Соответственно, дольной факториал писать не будем. Ну и не забываем выключить скобки. У нас вычисляется факториал именно 2K. Так, после того как написали условия, вставляем скобки. Копируем скобки программы. Соответственно, вставляем. Так, ну и изображаем блок схемы. Так, нам понадобится в следующем опять начало. Дальше ввод значений. Дальше ввод значений. Так, дальше от нуления. И присвоение начального значения единицы. Суммы. И, соответственно, двойного факториала. Так, дальше нам нужен блок цикла. Так, после этого блока цикла нам нужно условия. Так, опять мы расширить чуть. Так, вставим условия. Ну и исходя условия присваивается соответствующее значение. Единица либо минус единица. Так, следующее действие. У нас опять начальное значение произведения факториала. блок цикла. Так, следующее действие опять у нас блок цикла. Увеличиваем. Так, после блока цикла опять вычислительный блок. Потом идет условия. Сначала идет вычислительный блок. И блок условия. Здесь опять присвоение значений и вычисления. Вчисления суммы. Так, дальше вывод. На экран. Ну и, соответственно, конец. Так, ну и при помощи соединительных линий со стрелками покажем, как у нас осуществляется движение алгоритма от блока и перейдем к блоку. Продолжение следует... Форматируем. 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 Добавляем условия. Так, здесь, допустим, правильный пункт, значит, Z равно 1, здесь неправильный пункт, Z равно минус 1. Так, ну давайте ставим над плюс, показывающий правильное направление. Так, и еще одна миссия нам понадобится, тоже бы пусть иметь правильный пункт. Так, следующее миссия, присвоение начального значения, впечатление простого факториала. Так, здесь опять параметр, только на уже 2.0i меняется от 1 до 2.0i, К, в шоке М1. Так, здесь вычисляется материал. Так, дальше проверяются условия. Так, здесь условия, верно, осуществляется вычисление и присвоение. Так, если условия неверно. То же самое. Так, единственная уже редкая четкость идет, здесь нечеткость. так, следующий шаг, впечатление суммы. Так, следующий шаг, впечатление суммы. Так, ну и вот как будет выглядеть. Соответственно, блок-схема. Так, ну и вот как будет выглядеть, соответственно, блок-схема. Так, ну и повторяем теорию и защищаем лабораторию. Так, ну и вот как будет выглядеть.